Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как обещал выкатываем из ангара и делаем абсолютно честный обзор на Тайпа 59, который сейчас выставили на продажу за 5,5 тысяч в голом состоянии. Ну а если хотите иметь его в легендарном камуфляже, то, соответственно, нам придется купить набор за 7,5 тысяч и здесь в комплекте вы получаете еще СУ-122-44, простите, семерка, довольно-таки интересная. Обзор на СУ-122-44 вы можете найти в описании под видео по ссылочке, либо вот сверху ссылочка, заходите, смотрите, я думаю, вы поймете, что это за ПТХ. Что касается Тайпа 59, в том видео, в котором я заценивал весь набор в целом, я говорил о том, что Тайп 59 на меня не производит абсолютно никакого впечатления. Для меня эта машина какая-то пресная и абсолютно ничем не интересная. Но это мое скромное и субъективное мнение, вы его пишите свое, я имею ввиду, в комментариях и объясните мне, почему данная машина действительно годная, классная и прям какая-то крутая. Что касается брони по данной машине, стоит отметить, что да, действительно, броня по машине присутствует, несмотря на то, что это СТшка, довольно неплохо забронированная башня, она имеет округлую форму, хорошие скосы брони по щекам, ну и, соответственно, крутая приведенка. Плюс-минус неплохо забронирован корпус, понятное дело, что его пробивают тяжи и всякого рода ПТшки, но здесь есть хоть что-то, то есть здесь не прям совсем картон и нет страдальческого нижнего бронелиста, это факт. И в этом действительно плюс машины. Но это, я бы сказал, один из немногих плюсов, потому что если вы посмотрите на сравнение с другими танками на уровне, то обратите внимание, что ДПМ оставляет желать лучшего. То же самое касается и пробития. 181, и я бы сказал, что есть огромное количество машин на уровне, которые имеют высший уровень по пробитию, ну и, соответственно, на них легче играть на восьмом уровне против тяжей, допустим. Но уж тем более, если столкнетесь с какими-нибудь девятками. Что касается альфы, то здесь 280 единиц, и, как говорится, не вашим, не нашим, но больше не нашим, потому что огромное количество тачек имеют выше, допустим, урон, либо, по крайней мере, выше ДПМ, даже если урон меньше. Что касается еще одной проблемы, так это время перезарядки, которое тоже далеко не самое великолепное. 8 с копейками в секунду. Есть огромное количество машин более скорострельных, ну и, соответственно, в отношении урона более результативных. Что касается скорости, это еще один плюс данной машины. 56 километров вперед, 20 назад, есть мало машин на уровне, которые могут сравниться с подвижностью данной тачки. Это тоже факт. Что касается доходности, то, грубо говоря, 180 процентов. В целом, нормальный показатель для среднего танка на восьмом уровне. Ну и процент по победам 52 процента, но всего лишь 278 игроков в последнее время играло на этой машине. И, как вы видите, есть огромное количество зеленых ячеек. Короче, огромное количество игроков предпочитает играть на чем-нибудь другом. Ну, либо не покупали себе данную машину, и в целом я не удивлен, потому что для этого есть ряд причин. Поэтому, в целом, принимать решение в отношении покупать или нет необходимо, я думаю, в первую очередь, исходя из того, а насколько машина фанит. Ну, то есть, машина может быть не сильно результативная по настрелу, не сильно результативная по общему урону, не сильно альфовая, но, по крайней мере, ты от нее что-то получаешь. Какие-то дополнительные новые эмоции. Но к этому вернемся чуть позже, когда выкатимся из ангара. Если стоять в ангаре и смотреть на ТТХ, с учетом установленного оборудования, то, как видите, время сведения 4,1, с учетом того, что оба слота в оборудовании установлены на время сведения. Что касается бронепробития. Да, можно поставить калиброванные снаряды, будет выше, но при этом вы вообще полностью хороните свое КД, ну и, соответственно, тянете за собой на дно свой ДПМ. Что касается урона, то 280, как я говорил, и для такого времени перезарядки на 8 уровне, с таким временем сведения, я считаю, что этого мало. И в этом существенный минус машины. Кстати, по поводу минусов. Минус 7 вниз, что, в целом, я считаю вполне себе приемлемой цифрой. Почему мне не сильно нравится Тайп 59? Потому что это просто средний танк. И все. И на этом история заканчивается. И здесь абсолютно уникального ничего нет. О чем я говорю? Я говорю о том, что если, допустим, мы говорим о Дефендере МК-1, то здесь есть бодрый классный барабан. Если мы говорим с вами о Центурионе МК-5-1, то здесь великолепное скорострельное, крайне круто пробивное орудие с довольно неплохой башней, которой можно периодически выторговывать из-за каких-то неровностей. Химера, которая наносит крутой, крутой разовый урон. Да, пускай не самая подвижная машина, но в то же время за один выстрел ты даешь понять, кто ты такой в этом бою. Проджета 46, которая имеет обалденное орудие с системой дозарядки. СТРВ-81, который буквально через пару дней появится в игре. И у меня уже готов абсолютно честный обзор на данную машину. И если вы хотите его не пропустить, то подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы получить соответствующие уведомления. Короче говоря, ребят, если пробежаться по уровню и посмотреть на танки средних типов, да, то есть СТ-шки, то вы поймете, что есть огромное количество машин, которые в целом, ну, я бы сказал, существенно превосходят по уровню уникальности геймплея, который предоставляют. Данная машина уникального геймплея не предоставляет абсолютно. Ну вот просто такой вот себе пресный китайский сухарь. Ну что, поехали, попытаемся затестить, чего она может в реальном бою. Итак, друзья, поехали. Что касается подвижности. Когда раскочегаришь, едет нормально. Если не раскочегаривать, то, я бы сказал, с места срывается туго, а вот потом уже ты начинаешь ощущать прилив сил. Тот же самый Супер Хеллкет сейчас нас опережает, хотя был сзади нас. В общем, я бы сказал так, если вдруг тебе надо переехать на другую сторону карты, и у тебя есть возможность набрать свою крейсерскую скорость, то есть у тебя нет необходимости резко куда-то срываться с корабля на балл, то в целом, да, окей, нормально. Что касается времени сведения. Крайне уныло, ну вот прям совсем неинтересно. Я бы уже на какой-нибудь другой премиумной машине, по типу того же самого Центуриона, или на СТРВ-81, выцелил бы 40 раз данного соперника, ну и, соответственно, успел бы сделать выстрел, ну и, соответственно, успел бы назад откатиться. А на этой машине мне приходится вечно останавливаться и находиться в режиме ожидания, пока орудие сведется и только после этого отстреливать. Так, ну что, подкатился еще один союзник, теперь можем, в принципе, потихоньку продвигаться вперед. Цепляем товарища в прицел и давайте попытаемся с ним немножко поиграться. Слава богу, это семерка и, слава богу, не с таким уж большим разовым уроном, который может действительно сделать мне прям существенно неприятно. А вот неприятно мне делает большее собственное время перезарядки, которое далеко от идеала. Ну а что касается угла склонения орудия вниз, то вроде бы и минус 7, а сейчас СМВшку выцелить я не смог. Сейчас попытаюсь, как-то не знаю как, вот как-то вот так, вот, и, ну и опять время сведения. Благо повернулся бортом и получилось закинуть ему в бортину башни. В противоположном случае оставалось бы просто надеяться на то, что он не довернется для того, чтобы можно было выцелить ему хотя бы его передний бронелист. Благодаря тому, что с нами рядом есть союзники, которые очень бодро, круто помогают, точнее, нет, не так, наверное, я им помогаю, они очень бодро и круто играют, нормально зарашили данное направление. В принципе продавили и 3 фрага, из которых один на моем счету, но это был недобиток, которого я лично считать прям своей заслугой не могу. Не знаю, ребят, серьезно, я не понимаю тех игроков, которые пишут мне о том, что эта машина годная, интересная, классная и что я не прав. Повторюсь еще раз, если бы эта машина предоставляла мне какой-то интересный геймплей, если бы я на ней мог ощущать какие-то несравнимые с другими танками эмоции в бою, окей, хорошо, согласен. Но, блин, вот это вот время перезарядки в 8,5 секунд и дикое сведение, ну прям весь фан хоронят. А когда даже ты перезарядился и свелся и вроде бы выстрелил, то ты делаешь всего лишь 280 единиц урона. Ну, согласитесь, далеко не то, чего ты ожидал после такого, я бы сказал, пускай не сильно томительного, но все-таки долгого ожидания. Захватим точку и поедем сейчас к тяжам в корму, ну и там попытаемся чего-нибудь сделать. Хотя с такой скорострельностью особо ничего не сделаешь и стоит отметить, что достаточное количество тяжелых танков на уровне обладают скоростью перезарядки, да и временем по сведению гораздо более интересно. Товарищ уснул, ну у нас есть тогда возможность накидать максимум урона для того, чтобы посмотреть в отношении заработка по серебру, что эта машина в принципе может вам принести при плюс-минус максимальных результатах вашего настрела. Так, ну этого доберут, осталось два соперника, если повезет, сейчас закинусь туда наверх и ладно, пока этот расторговывается бы, ну блин, серьезно, на дальнем расстоянии, пускай вот сейчас 350 удивительного урона вылетело из орудия, но все равно, блин, пока я перезаряжаюсь, пока я свожусь, товарищ уехал и в принципе не кисло дал деру. Так, ну давай, вот так вот, благо хоть броня в башне есть, можно от башни поотыгрывать. Ну а напоследок, есть еще 258 урона в копилку, но двух соперников добрать мы не успели. Как есть, так есть. Часть урона, который я нанес, не является моей заслугой, а заслугой в первую очередь спящего, спящего красного товарища, который решил отдать частичку хп в мою копилку. Ну и, соответственно, за счет этого сейчас будет повыше цифрам по настрелу, а так, в целом, ребят, где-то в районе 2-2,5 тысяч на данной машине за бой можно делать. Но, как я уже говорил, особого удовлетворения от этого я лично не получаю. 89, ну будем говорить 90 тысяч с учетом активированного прем-аккаунта. Если мы отминусуем оттуда прем-аккаунт, то в сухом остатке у нас получится 58 тысяч. Фармер ли это? Ну, в целом, да, 180% это лучше, чем у других машин, но фармер, который приносит вам серебро, но не приносит какого-то бешеного удовлетворения от боев. На удивление, первое место в команде по урону, благодаря тому, что я никуда особо не выпячивался, работал рядом со своими союзниками и, в принципе, таким образом был полезен. Сейчас похвалим наших соперников, действительно неплохо отыграли, умнички молодцы, пускай у них не получилось победить, но все-таки это заслужено. Ну, а что касается того, который выжил, ну прям не знаю даже, что сказать. Фартовый? Да и все. Короче говоря, ребят, 5,5 тысяч, как для фармера, нормальная цена. Если вы не гоняетесь за какими-то новыми ощущениями, если вас не интересует эксклюзивность и оригинальность в каких-либо ТТХ, а нужен просто обычный, простой, ездящий и стреляющий танк, то в целом, да. Но будьте готовы к тому, что перезаряжаетесь вы долго и сводитесь еще дольше, по крайней мере, по внутренним каким-то ощущениям во время самого боя. Я побежал снимать специально для вас следующее видео, а вы, друзья мои, подписывайтесь на канал, особенно если вы за честность автора и если вы хотите слышать исключительно правду про танки и про товары в магазине, да и вообще про любые другие новости в нашей великолепной игре. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.